всем привет мои дорогие друзья понедельник у нас сегодня утро смотрите какой снежок выпал на дороге растаял наверно посыпали чем-то вот там вот дальше видите как было красиво ребята анекдот короче водитель автобуса спрашивает как ехать у пассажиров наверное первый раз на этом маршруте красивую маму моей мама реплики а потом вот женщина подошла рассказывает в какую сторону ехать водители ну прикольно конечно посмотрим и водители это что я вам говорила как любят ногу выставлять стоит мальчик и там нога такая которой можно вытереть всю его попу ой ребята наши приключения короче по поводу работы поисков продолжаются а вот мы сегодня два варианта рассмотрели ну и меня рассмотрели как кандидата на одну из работ и другую тоже предложили но мы из другой набирали 10 часов дня его сейчас уже четыре часа дня это шесть часов так мы еще не доехали туда зайти 6 часов дома мама укачалась вот я тоже укачалась как-то там не дают правильное объявление где добираться не рассказывается потому что это в конце это или в начале там просто получилось так что автобус едет с интервалом полтора часа и нужно ехать тремя транспортами вот мы сначала одним транспортом доехали ехали много остановок потом другим но когда мы подъехали на остановку где нужно было ехать третьим транспортом там в общем этот третий транспорт едет раз полтора часа и работая с двух до десяти то есть представьте такой интервал надо 10 вечера если бы даже все получилось просто и работа невозможно обратно доехать или я ехала бы к примеру сколько по часам вот если мы шесть часов в одну сторону не пришлось бы 6 часов снова ехать в эту сторону вот такие у нас приключения сегодня получили но так что ребята и смех и грех и уже не смешно совершенно город большой очень много здесь без при тоже людей которые не работают много которые не работают потому что хорошие работы не знаю кто на них работает на понятно кто работает на хороших работах нам за переселенцам хотя бы какую работу я имею ввиду физическую физическую конечно предлагают а еще один вариант был предлагали значит ну нужно было стоять на трехметровой высоте у меня в бригаде там какой-то на меня трехметровая высота у меня просто голова крошится я бы уже и я не в том возрасте уже чтобы стоять на такой трехметровой высоте господи вообще столько приключений ребята это просто караул очень много сезонной работы вот одна женщина нам сегодня с которой мы без собеседования проходили она нам честно сказала у нас работа сезонная но я вам могу скомбинировать то и это чтобы у вас было а какие у вас пожелания к вашей вакансии я не сказала то единственный человек который спросил какие у вас пожелания какие у вас пожелания я сказала что хотя бы минимальная зарплата чтобы я могла оплачивать жилье и хотя бы какие-то продукты минимальные покупать для нас с мамой вот но это единственный человек который сказал какие у вас пожелания и еще я сказала что чтобы была моральная обстановка благополучная потому что это тоже очень важно для работы там я посмотрела на сотрудников у них на лицах нет такого чтобы они были там какие-то задерганные они доброжелательные все были и спокойные поэтому атмосфера у них очень хорошая и сама женщина вот это керевничка руководитель она очень как сказать не то что даже внимательная и хотелка что она очень сопереживательная то есть я объяснила ситуацию то-то и то-то и она предложила вот не такой вариант нет листья зеленые все за магазин за картошкой нам надо зимняки рубль 49 за килограмм рубль ой один злотый 49 за килограмм мама выбирает неплохая картошка чашечки да да хватит чашечки очень красивые новогодние смотрите какие вот эти девятнадцать и девятнадцать и девять злотых и шестнадцать еще вот такой вот узор красивые досточки новогодние это мы в каком ведронке еще нам надо морковку на сок или на борщ по своей цены покажу и цены хорошая морковка возьмем одну штучку дома мы много выращивали надеюсь по одной берем чтобы не вяла и вообще капуста ребята посмотрите какая дорогая 399 вот за килограмм и 499 за килограмм вот такая плоская а это 399 почти 390 40 ну вот 499 это 50 гривен или 1 евро за килограмм капуста хорошая цветная капуста такая 10 злотых вы ребята анекдот короче водитель автобуса спрашивает как ехать у пассажиров наверное первый раз на этом маршруте красивую маму моей мама на реке а потом вот женщина подошла рассказывает какую сторону ехать водители прикольно конечно посмотрим водитель водитель спрашивает караул